Педиатрический университет Петербурга где учатся и работают лучшие из лучших профессионалов своего дела. Я предлагаю вам отправиться в удивительное путешествие по нашей любимой Альма-Матер, узнать ее со всех сторон. Ну, а прежде всего задаться вопросом, когда и как все началось. Богатая история нашего университета начинается 25 мая 1905 года, когда на выборской стороне Санкт-Петербурга открывается городская детская больница в память священного коронования их императорских величеств. Лучшие врачи, лучшая техника и, пожалуй, впервые основательно примененный принцип разделения детей по разным заболеваниям. Деятельность клиники курировала непосредственно императорская семья. Здесь они были частыми гостями. В 1925 году на базе клиники был основан Институт охраны материнства и младенчества. Важнейший вклад в становлении и развитие университета внесла Юлия Ароновна Менделева, которая организовала плодотворное сотрудничество между клиническими и научными подразделениями Института. Одним из символов отечественной педиатрии 20 века был при жизни и сейчас остается Александр Федорович Тур. Перечислить все награды великого педиатра не представляется возможным, да и в этом нет необходимости. Гораздо более важным является огромное признание среди болеющих детей и их родителей, приезжавших к нему со всех уголков Советского Союза. Александр Федорович создал труды, которые и по сей день являются настольными для тысяч педиатров во всем мире. Свой важнейший след в истории нашего университета оставил выдающийся детский хирург Герей Алиевич Баиров. Общепризнано, что он открыл новую эру в медицине, эру хирургии новорожденных. Школа профессора Баирова была самой большой в советской медицине 20 века. Его ученики – это 20 докторов наук и почти 150 кандидатов наук. У Герия Алиевича всегда была длинная очередь из пациентов. Все знали, что тот или иной порог развития или заболевания может вылечить только он. Я бы сказал, что университет для меня – это, по сути говоря, вся жизнь. Потому что вся жизнь и, в общем-то, дом. Потому что с университетом я связан с 17 лет. По сути говоря, университет, он состоит из трех больших компонентов, которые неразрывно между собой связаны. Это, во-первых, образование, это наука и это клиника. В последние годы мы берем тех детей, от которых отказываются другие клиники. И более того, и количество детей, в том числе и из дальнего зарубежья, которые приезжают к нам лечиться, в клинике постоянно растет. Думаю, что по уровню подготовки мы на одном из первых мест в Российской Федерации. И более того, это подчеркивает тот конкурс, который у нас есть, который ежегодно вырастает. То есть у нас в прошлом году было 70 человек на место. Перинатальный центр Педиатрического университета Это был открыт в 2013 году, и на сегодняшний день его структура представлена акушерским и неонатальными блоками. У нас в год проходит более 2,5 тысяч родов, около 700 гинекологических больных, более 5 тысяч детей и более 3 тысяч амбулаторных пациентов. У нас спектр нозологических форм, он следующий, то есть это преждевременные роды, и в первую очередь это очень ранние преждевременные роды, когда рождаются дети с экстремальной низкой массой тела, это беременные с пороками развития плода, это беременные с тяжелой акушерской патологией, то есть это тяжелая перипомпсия и некоторые формы экстрогенитальных заболеваний. То есть вот это основные группы пациентов, которые на сегодняшний день, в общем-то, являются у нас приоритетными, которые у нас лечатся. Если раньше существовало такое убедительное мнение, что педиатрический институт или академия обладают только одним педиатрическим факультетом, то сегодня я могу сказать, что наряду с основным или образующим факультетом педиатрическим еще несколько подразделений. Это прежде всего факультет лечебное дело, факультет клинической психологии, факультет медико-профилактический со своими, в общем, казалось бы, такими особенностями преподавания. У нас есть уникальный факультет медицинской биофизики, где готовятся медицинские инженеры. Ну и также у нас работает факультет уже на протяжении многих лет, и один из факультетов, который первым проходил аккредитацию, это стоматологический факультет. Конечно, основное это освоение вот тех федеральных, государственных образовательных стандартов, по которым нам сегодня приходится работать и приходится перестраиваться и студентам, и профессорско-преподавательскому составу, несмотря на те все сложности социально-экономические, с которыми нам приходится сталкиваться. Кафедра общей медицинской практики, она занимается практической подготовкой как студентов, преимущественно первого курса, так и клинических ординаторов. Действия, которые можно выполнять в клинике, можно отработать в безопасных условиях здесь. То есть суть этой кафедры и направлена на безопасность того, что мы выполняем. Если вдруг в жизни кто-то один раз встретится с этой ситуацией, он будет к ней готов. Аккредитация — это театр. И это довольно-таки красивый театр, который состоит из большого методического подхода из Москвы, довольно-таки четко прописанных роботов, манекенов, которые должны быть, и навыков, которые могут быть проверены у шестикурсников. Ну, в первую очередь, это реанимация. Базовая сердечно-легочная реанимация. Далее, там, небулайзер, ангаляция, аускультация. То есть все вот эти навыки, которые внесены, они должны быть выполнены независимо от клинического мышления студентов. Окончательный, вот такой вот идеальный вариант аккредитации — это 12 станций. То, что мы взяли из Британии. Студенческое научное общество университета является подразделением научного отдела ВУЗа согласно положению основ. Умные и думающие студенты задумываются о своей будущей специализации в медицине уже с первых курсов. Смотрите, практически все преподаватели, все профессора нашего ВУЗа — это бывшие сновцы. Всего в университете 46 научных кружков. Смотром достижений работы студентов СНО, конечно же, является студенческий научный форум. В этом году форум был рекордным и включал в себя более трех с половиной тысяч студентов из Санкт-Петербурга, городов Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. В плане дальнейших шагов по развитию студенческого научного общества у нас предполагается совместное проведение совместных заседаний различных СНО-кафедр. Например, мы на кафедре оперативной хирургии занимаемся 3D-моделированием анатомических органов. И нам было бы интересно сотрудничать со сновцами других кафедр, например, хирургии, гинекологии, урологии, чтобы найти применение, практическое применение вот этим 3D-моделям. Ну и в заключение хотел бы сказать, что студенческое научное общество — это динамично развивающаяся структура, которая дает помощь студентам делать первые шаги в науке. И хотелось бы надеяться, что это неотъемлемая часть будущей студенческой жизни. Основными направлениями работы помощника ректора по председательной работе, безусловно, исходя из определения данной должности, является работа внеучебное время и направленная на воспитание различных компетенций у наших обучающихся. Такие как гражданско-патриотическое, морально-нравственное. Так, например, наши волонтерские ребята — это из состава студенческого совета университета и профсоюзного комитета обучающихся, постоянно посещают детей. Тем самым они вырабатывают навыки общения, что для педиатра именно с маленькими людьми, что для педиатра очень важно. Моя задача — объединение всех этих усилий в одно русло для того, чтобы максимальную пользу извлечь ребята могли из общения друг с другом, с общениями с другими вузами у нас в межкластерной взаимодействии, с Первым медицинским университетом. Мы включили в состав ученого совета на постоянной основе представителей студенческих самоуправлений. Ребята будут из первых услышать, какие новые программы, какие новые тенденции развития университета именно в рамках ученого совета, принимать участие в голосовании и так далее, и так далее, что он накладывает на определенный, повышает статус и уровень студенческих самоуправлений. Мы выполняем две задачи. Во-первых, мы показываем, что студенты действительно что-то делают своими руками, что они не просто проводят время бездарно, они действительно занимаются делом даже во внеучебное время. А во-вторых, так сказать, студенты, чувствуя такое отношение со стороны правительско-преподавательского состава, понимают значимость и своих уже мероприятий. Студенческий совет в нашем университете призван помогать всем студентам, которые поступают в наш университет. Студенческий совет делится на следующие подразделения. У нас есть культурно-массовая комиссия, социальная комиссия, комиссия учебная, которая занимается всеми учебными вопросами, международный сектор, который занимается обменами, и отдельное подразделение нашего студенческого совета — это МедТВ, это медицинское телевидение нашего университета. Вступая в студенческий совет, ты определяешься с направлением, в котором тебе интересно работать, и как бы ты хотел помочь своим сокурсникам и самому себе, возможно. То есть, если это учебная комиссия, то она помогает студентам с академической задолженностью. Социальная комиссия занимается вопросами общежития в основном, то есть поселения студентов, решения каких-то внутренних проблем. Культурно-массовая комиссия осуществляет развлечение студентов, но у нас на самом деле культурно-массовая комиссия направлена больше на интеллектуальную составляющую студентов, то есть у нас проводятся такие игры, как «Что, где, когда», «Своя игра», «Самый умный студент». В стенах нашего университета каждый год в конце ноября проводится Всероссийская олимпиада по педиатрии среди всех педиатров нашей страны. К нам приезжают в последний раз было 35 команд со всей России. Это невероятное событие, которое, на мой взгляд, объединяет всех студентов со всей России, которые заинтересованы в своей профессии и хотят в дальнейшем быть отличными специалистами. Профессоюзная организация педиатрического и медицинского университета объединяет 97% обучающихся нашего университета и перед собой ставит большое количество задач и целей, одна из которых – это социальная защита наших обучающихся, это представление обучающихся на всех уровнях управления нашим университетом, это и на уровне ученого совета, это проекторат, это канат. Мы реализуем большое количество культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий. Наверное, в нашем университете студенты знают об этих мероприятиях, это и КВН, и Мистер и Мисс, это большая, с большим количеством участников спартакиада, которая проводится весной каждый год. Очень хочется, чтобы наши обучающиеся эти 6 лет прожили в таком очень приятном, комфортном состоянии, при этом состоянии постоянного развития. Наша задача – наладить и помочь в организации, внеучебной, творческой работе наших обучающихся. В нашем замечательном клубе существует 4 творческие студии. Это театральная студия под названием «Лимоны». Это вокальная студия под названием «Пой со мной». То есть все могут с нами пить. Это танцевальная студия «Метаморфозы». И инструментальный ансамбль. Вот такие 4 студии. А в целом это один большой театр «Гиппократ». Достижений очень много. Назову только основные. Это самый значимый конкурс в нашем Санкт-Петербурге. Конкурс межвузовский. «Я молодой» называется. На этом конкурсе мы участвуем все 6 лет, сколько этот конкурс существует. И из этих 6 лет мы занимали 2 раза первое место из огромного количества вузов Санкт-Петербурга. Естественно, участвуем во всех конкурсах городских. Занимаем какие-то места призовые. В общем, у нас хорошо успеть. В нашей жизни, как и в медицине, очень часто кажется, что перед тобой полная картина происходящего, и все ясно. Но тебя не покидает чувство, что недостает какого-то маленького, но значимого элемента, будто что-то ускользнуло от твоего внимания. В такие моменты очень важно остановиться и как следует разобраться, что же было упущено. И в конце концов. И в конце концов, сложить все элементы воедино. Мы рождаемся и растем, учимся, развиваемся и неизбежно увядаем. Жизнь – это всего лишь короткий и незначительный миг, поэтому для нас, врачей, действительно важно лишь одно – не прожить и не прожечь его впустую. Найти близких себе по духу и помогать ближнему. Любить свой дом и учителей, отдавших тебе бесценные знания. А в моменты слабости, главное помнить, что любой конец – это всего лишь начало чего-то нового. Помню, как однажды Александр Федорович выступал перед избирателями. Когда он кончил выступать, к нему подошла одна старушка и начала жаловаться, что вот и здесь у нее болит, и там у нее болит. Александр Федорович внимательно выслушал, а потом и говорит «Прости меня, бабуся, но ведь я специалист по детским болезням». Старушка так нахмурилась немножко и говорит «Да, значит, не доучился, милок». Давай попробуем гласнуть теперь, давай попробуем, давай забыть, вот так, хватит, хватит, давай, гласай еще. Проходите? Проходите? Да. Приятно? Да. Еще хочешь? Угу. Ну да. Опа! Пах! Пока меня вы не с вами, я буду перед голосами. Моих детей, при голосами. Моих熱 здесь, при голосами, я помоих. Наред здесь за apa! Субтитры создавал DimaTorzok